Здравствуйте, уважаемые зрители! 26 марта 1944 года началась Одесская наступательная операция. Но для продвижения к этому городу предстояло взять не менее важный Николаев. Город представлял из себя крепость, поэтому командование 28-й армии решает высадить десант в порту, чтобы отлечь силы врага и дать возможность частям Красной Армии войти в город. Поэтому ночью на 26 марта на рыбацких лодках с проводником Андреем Ивановичем Андреевым они идут на задание. А это был местный житель, сначала бежавший из плена, затем с работ на врага. И вот сейчас, когда пришла Красная Армия, он сопровождал десант, который состоял из 55 десантников, 10 саперов и 2 связистов, 384 отдельного батальона морской пехоты. Причем саперы должны были после высадки разминировать заход в порту и вернуться обратно. Ну а на веслах скорости были небольшие и высадиться удалось только в пятом часу утра. Времени на обратный путь уже у них не было. Оказавшись на суше, с помощью холодного оружия наши морпехи снимают часовых, а затем берут элеваторы, прилегающие к нему здания, заняв круговую оборону, после чего передают штаб о выполнении первой поставленной им задачи. Немцы попробовали на скоком сбросить десант в воду, но понесли большие потери и отошли. Далее враг стягивает резервы, полагая, что высадка была более масштабной. Теперь штурми с его стороны участвует несколько сотен в живой силе при поддержке бронетехники и артиллерии. Причем одна атака быстро меняла другую, и времени на передышку у наших героев не было. При этом силы истекали, бойцов в строю становилось все меньше. К ночи на 27 марта 1944 года связь была уже утрачена, поэтому старший лейтенант Константин Федорович Ольшанский, командующий десантом, отправляет посыльного Юрия Григорьевича Лисицына. Он проходит через линию фронта и практически выходит к своим, подрываясь на мине возле окопов. Получив тяжелую вещь, он все-таки добирается до своих и передает конверт с просьбой о помощи. А в это время кипит тяжелый бой. Раненый Валентин Васильевич Ходорев бросается с гранатой под танк и уничтожает его. Погибает командир Константин Федорович Ольшанский, а Георгий Дмитриевич Дермановский, оставшись без боекомплекта, кидается в рукопажный бой и в буквальном смысле зубами вгрызается врага, что показывает накал и безысходность одновременно. Теперь в строю оставалось 15 бойцов, командовал которыми Кирилл Васильевич Бачкович. В эту ночь в город, пользуясь тем, что десантники приковали крупные силы, входили в советские части. Как могли, облегшали положение наши штурмовики ИУ-2. 28 марта 1944 года город был освобожден, а в районе элеватора было эвакуировано 11 раненых участников десанта. Враг в бою с ними потерял до 700 живой силы. За этот подвиг 55 героев получили золотые звезды. При этом участников было 68. Непонятки вышли с саперами. Не было точных данных о их участии в бою. Также вопрос был и с проводником Андреевым. Правда, его участие было доказано. И в 1965 году он был удостоен золотой звезды героя посмертно. А на этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok